Массовая вакцинация от коронавируса в Татарстане продолжается. На сегодняшний день единственная вакцина, доступная жителям «Спутник Ви». При этом в Татарстане успешно завершили третий этап испытаний «Эпивак Короны». И сейчас к тестированию готовят третью вакцину. Все подробности в нашем сюжете. Половина жителей Татарстана имеют иммунитет к новой коронавирусной инфекции. К такому выводу пришел Институт имени Пастера в своем исследовании. При этом в разных социальных группах это число может отличаться. Почти половина населения в республике Татарстан сегодня имеет иммунитет. В разных профессиональных группах эти цифры несколько разные. Больше всего это среди врачей, медицинских работников, среди работников образования, сферы услуг, торговли, транспорта. Самый низкий уровень коллективного иммунитета отмечен среди работников крупных предприятий и пенсионеров. Дабы защитить эти социальные группы, одной из ключевых задач становится быстрое и качественное проведение прививочной кампании. По словам руководителя Роспотребнадзора, как только коллективный иммунитет в стране достигнет 60%, можно будет говорить о полном контроле над COVID-19. Чтобы в первую очередь защитить тех, у кого сегодня коллективного иммунитета в силу возраста, в силу ограничений, в силу правильного поведения в течение всей эпидемии на рабочих местах не сформировалось. Вот это главная задача сегодняшнего дня. И как только она будет решена, как только иммунитет будет сформирован более чем у 60% населения нашей страны, взрослого населения, мы будем говорить о том, что мы взяли под полный контроль эпидситуацию с новым коронавирусом. Между тем, массовая вакцинация в Татарстане продолжает набирать обороты. Программа вакцинации, вот у нас сегодня определены 68 точек, они будут увеличиваться, потому что мы кроме медицинских наших учреждений будем привлекать площадки наших промпредприятий. Такая работа на Казань-Оргсинтезе, на КАМАЗе уже начата и она будет продолжена. Вот из 13 тысяч вакцин, которые мы получили, уже 6 тысяч они провакцинировали. В этом месяце мы получим где-то 190 тысяч вакцин. В ближайшем будущем к двум российским вакцинам «Спутник В» и «Эпивак Корона» добавится и живая вакцина от центра Чумакова. Татарстан станет пилотной площадкой для ее испытаний. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков. Эта вакцина на основе инактивированного вируса, то есть берется настоящий вирус, коронавирус, но он убивается и убитый вирус используется для активации иммунной системы. Все три вакцины приводят к тому, что в организме вырабатывается иммунитет, который и защищает от последующих инфекций. Все три вакцины показали свою эффективность в клинических исследованиях и на данный момент есть свои небольшие плюсы, свои небольшие минусы, но они носят больше такой, скажем так, фундаментальный научный и технический характер. С точки зрения потребителя, с точки зрения здравоохранения все они показали свою эффективность. На данный момент записаться на вакцинацию можно при помощи портала госуслуг. Вакцинация, она должна, конечно, проходить более активно. Сейчас у нас кампания, поп-прививочная кампания началась, формируются листы ожидания, начинает поступать вакцина, и уже на этой неделе вакцинация в нашей клинике, она началась. Точный список медицинских учреждений, которые проводят вакцинацию, можно уточнить на сайте Минздрава Республики Татарстан. Александр Фирсов, Радик Загедулин, Виолетта Басова, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин